Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вторник вечер, настало время для очередного разговора в прямом эфире. Вы смотрите обратную связь, программу наших ответов на ваши вопросы. Звонить в прямой эфир следует по телефону в Оренбурге 43 45 07. Кроме того, свою точку зрения вы можете высказать, участвуя в интерактивном голосовании, которое традиционно идет по ходу нашей программы. Его вопросы с вариантами ответов сейчас вы видите на своих экранах. Оговорим мы сегодня о проблеме охраны памятников. Нет, не только звоня не в честь тех или иных известных деятелей или каких-то событий, а памятников в более широком смысле слова, памятников истории. К ним, как известно, относятся различные здания старой постройки. Прочие архитектурные сооружения, а также следы пребывания древних людей. Курганные могильники, поселения, городища, коих на территории области достаточно много. Как их сберечь для будущих поколений? Все ли у нас делается сегодня для должной охраны памятников? На эти вопросы ищем ответы вместе с моими гостями. Сегодня у нас в студии начальник отдела охраны памятников исторического наследия Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Марина Дмитриева. Здравствуйте, Марина Григорьевна. А также главный архитектор Оренбурга Сергей Бринев. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Добрый вечер. Уважаемые гости, спасибо огромное, что нашли время и пришли сегодня в эту студию. И предлагаю взять, что называется, с места в карьер. Сейчас мы посмотрим один сюжет, с которого узнаем, в каком состоянии находится сегодня дом адвоката Городистского. Постройка начала прошлого века, который входит в число памятников охраняемых государством. Смотрим сюжет. Так выглядела усадьба адвоката Городистского до революции, когда улица Ленинская была не Плюевской, а в знаменитый дом со львами, согласно легенде, по подвалам проникали многочисленные возлюбленные адвоката. Когда-то на этом самом месте стояли замечательные каменные львы. Много лет назад они исчезли. Поговаривали, что их установил в дворе собственного дома какой-то цыганский барон. Сегодня они вроде бы стоят возле здания ОСПП. А вообще городская усадьба Городистского постановлением законодательного собрания Оренбургской области была внесена в списки памятников истории и архитектуры Оренбуржии еще в 1998 году. С тех пор здание изрядно обветшало, и от былой привлекательности осталось только гордое название памятника истории и архитектуры. Тогда же усадьба была принята на государственный учет и охрану как памятник областного значения. Любовь Милохина прожила в соседстве с бывшей адвокатской усадьбой всю свою жизнь. Заслуженная артистка России прекрасно помнит, каким этот дом был раньше. Мы прыгали над ступеньками потрясающими, вытесанными из интересного камня. Там дивные подвалы. По этим подвалам мы бегали маленькими. До того, как здесь появилась областная онкологическая больница. Про этот дом я писал в книге легенды старого Оренбурга Глеб Десятков. Писатель вспоминал, как мальчиком его водили туда, как в музей, стены которого были расписаны фресками на мифологические темы, а потолки украшала замечательная лепнина. Но все это уже в далеком прошлом. Пока в здании располагались разные учреждения, преимущественно медицинские. Было уже не до красоты, но порядок поддерживался. Но вот уже лет 15, как бывшая усадьба и формально действующий памятник истории, полностью бесхозная. Если не считать, конечно, за нынешних хозяев местных бомжей, облюбовавших старинное здание. Но за вверенным объектом те следят плохо. Недавно здесь случился пожар. Мы так и ждали, что здесь будет пожар, потому что здесь бомжи, здесь были наркоманы. Мы все время звонили, мы звонили в милицию, приезжала в милицию и гоняла это все. И, слава богу, пожар вот этот предупредили. Любовь Милохина, девчонка, игравшая в старинной усадьбе, не может спокойно смотреть, как разрушается памятник истории. Артистка не раз обращалась к городским и областным властям, призывала сохранить дом со львами. Приходят только отписки, что это здание выставлено на продажу. В феврале этого года от главного архитектора Оренбурга пришел очередной ответ. Новый собственник усадьбы примет на себя обязанность провести работы по реставрации. Однако, Любовь Милохина боится, что скоро реставрировать будет нечего. Телефон Оренбургский Телефон Оренбургский В чем там проблема, что нужно делать вообще, как можно, это же надо делать срочно. Сергей Ильич, давайте с вами начнем, тем более, что на вас ссылка была у моей коллеги в конце сюжета. Действительно, памятник уникальный, жемчужина архитектуры Оренбурга. То, что в таком состоянии с течением времени, здесь, конечно, вина всех нас, и областных структур, и городских структур, все как бы не до этого, бюджетных средств нет. Одному учреждению передавали другому, теперь третье, там занимается областной имущественный фонд, если мне память не изменяет. Безусловно, здесь надо принимать решение, принимать решение надо правительству области, и либо его, мое мнение, либо его выставлять на торги с жесткими охранными обязательствами по приведению его в порядок, либо передавать той структуре, которая справится с вот таким грузом, безусловно, огромные затраты на реставрацию, и в кратчайшие сроки все это дело восстановит. Вот. Марина Григорьевна, передавать на торги, Сергей Леонидович считает, ну, в таком состоянии, кто ж купит? Совершенно верно. Туда же нужны огромные деньги вкладываются. Торги-то были, и, насколько я помню, по-моему, стоимость этого здания была 10 миллионов, и желающих не было ни одного. Потому что 10 миллионов он отдаст, а там еще 10 раз по 10 надо было. Совершенно верно. Вы знаете, конечно, я считаю, что ошибка была сделана сразу, когда вот такие памятники нельзя передавать бюджетным учреждениям, особенно вот в сфере здравоохранения или образования. Туда, конечно, должны заходить банки. Те организации, у которых есть деньги, которые могут вложить свои средства в реставрацию. Памятник-то ведь действительно потрясающий. И, вы знаете, боль вообще бесконечная. Я неоднократно там тоже бываю. И мы проводим фотофиксацию, и смотрим. Ну, пока вопрос не решается. Нет, вопрос пока не решается. Сейчас областной имущественный фонд решил передать это здание Русскому географическому обществу, его представительству в Оренбургской области. Возглавляет его здесь у нас Чебелев Александр Александрович. Наверное, лет, может быть, за пять, так вот по разговорам с Институтом Степи, лет за пять, может быть, у них только появятся средства на то, чтобы это отреставрировать здание. То есть Чебелев с ним будет искать эти деньги? Или он возьмет на себя поиск спонсоров? Нет, я так думаю, что это будут бюджетные деньги. Хотя я, конечно, вот, знаете, твердо убеждена. И из опыта работы, и исходя из того, как мы общаемся там с коллегами из других субъектов, но каким бы ни было богатым государство, оно не может свои бюджетные деньги тратить все на сохранение памятников. Все-таки это должны быть внебюджетные вложения. Это должны быть инвесторы, это должны быть те организации, которые могут содержать за свой счет, не за бюджетный. Ну ладно, давайте, дай бог, этому зданию, чтобы все вопросы его решили, что все-таки, хотя у меня такое ощущение, что еще немного, и там придется делать какой-то новодел. То есть может быть это в виде бывшего дома городистского или что-то другое, но потому что утрачивается оно совсем. Ну дай бог, чтобы все это решилось, действительно, русский географическое общество, теперь название на слуху сейчас у нас в стране. Надежда есть. Надежда есть. Перейдем к такому вопросу. Здесь вроде как виноватого нет. Ну да, бросили здание. Понятно, что виноваты государства, назовем так абстрактно, но тем не менее нет людей, которые, так скажем, целенаправленно портят. Не определяют же претензии каким-то этим бомжам, наркоманам, о которых говорили в сюжете. Вот у нас есть случаи, когда памятники исторического наследия, архитектурного наследия целенаправленно портятся, умышленно портятся хозяйствующими субъектами. Вот насколько я знаю, Марина Григорьевна, у нас об этом говорили, что в частности федеральные СМИ сейчас резко уже начинают ответственность за порчу этих памятников. То есть штрафы увеличились там кратно. Как вы считаете, что вообще? Давайте напомним, что это за ответственность, какие сейчас штрафы, и поможет ли это вообще навести порядок в этой сфере? В этом году, в июле месяце, приняты два эпохальных федеральных закона, которые ужесточают ответственность за сохранение объектов культурного наследия. 96-й федеральный закон, который внес поправки в Кодекс об административном правонарушении. То есть это, вы правы, в десятки раз. То есть теперь это уже не 2000 рублей, штраф на физическое лицо, как у нас было раньше, а это десятки миллионов рублей. И в данном случае еще 245-й закон был принят, который ужесточил ответственность за сохранение памятников археологии. Вы знаете, это для нас, ну, архи важно. Потому что то, что... О памятниках археологии, я так вам открою секрет, все его сценарии, там немножко разговор дальше, обязательно поговорим. Давайте сейчас поговорим о памятниках архитектуры, коих у нас на территории города тоже большое количество. Сергей Леонидович, есть ли список какой-то в администрации Оренбурга, где черно-побелом написано, памятник такой-то, вот грозит ему уничтожение, как то, что мы видели, второй, третий, пятый, то есть есть такой список? Есть ли какая-то программа сохранения вот этих памятников с прописанным, главное, не то, чтобы это бумага, а чтобы было какое-то финансирование? Вопрос очень своевременный, тем более в свете этих вот решений, которые приняли на уровень федерации. Такой список есть, безусловно. У нас всего объектов культурного наследия зданий, я имею в виду, выявленных, порядка 420. Из них 19 федеральных, ряд региональных. С остальными мы пока еще не определились, но само по себе вот это вот число, оно как бы внушительное для города Оренбурга, порядка 420. И на самом деле очень редкие единицы, единицы можно сейчас назвать, где дела действительно идут хорошо в плане охраны самого памятника. Там ответственные... То есть те самые единицы, это те пользователи, которые хотели на должном состоянии? Мы прямо сейчас можем по пальцам двух рук перечислить и все. В остальном ситуация где-то критическая, где-то близка критическая, и решение надо принимать. Вот те решения, как бы хочу добавить, которые приняты, они абсолютно правильные. Но они половинчатые. Почему это общается? Полномочиям не добавили органам, ни госоргану охраны в лице Министерства культуры, ни муниципалитетам. Полномочий-то нет. Вот на сегодняшний день тех надзорных... То есть закрепили, что штрафы большие, а как штрафовать... Штрафы большие. Ну вот представьте, у нас с вами порядка 400 с лишним объектов. От дела, структуры, надзора, этого ничего нет. В структурах ни администрации, ни правительства такие люди не предусмотрены. Они не наделены соответствующими полномочиями. То есть, ну, случайно увидели, выявили, люди добрые позвонили, поехали туда, и то на трех человек, огромный город, это очень как бы мало, и зафиксировали. Поэтому здесь дальше уже последовательно надо действовать. Закрепили такую ответственность. Но люди думают, да не увидят. Я быстренько на заднем дворе того же памятника сделаю пристроечку, потом через суд все это дело узаконю, и все, пусть потом доказывают. И на самом деле штраф... Такие случаи постоянные, что сейчас? То есть, это регулярно происходит, что там что-то... Абсолютно регулярно. Я вам скажу, где-то в месяц мы 10-15 фиксируем. Вот теми силами, которые можем как бы зафиксировать. И решение вот по этим штрафам опять же будет выносить суд. А суд это постоянное обжалование. Апелляция. Пройдут годы, пройдут годы, пока человек эти 2 миллиона заплатит. Он эту фирму закроет и станет уже там не ООО «Импульс», а ООО «Континент». И все. Здесь нужно расширять и уводить от судов вот эту вот практику. Немножко дилетантский взгляд мой. Тем не менее. Вот смотрите, увеличили ли мы резко штрафы. То есть понятно, что, извините, потому что у меня заражение доходы в виде штрафов от тех, которые люди действительно мысленно портят памятники, что-то там перепланируют, увеличатся у государства. Так почему бы на эти деньги, на увеличение вот этих доходов не создать некую структуру, которая будет должным образом следить? Это уж у меня такое вопрос. А, Марина? Да вы знаете, Виталий, наверное, дело вот как обстоит. Вот смотрите, государственные органы охраны памятников, Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области. Мы наделены контрольно-надзорными функциями. То есть мы можем выйти с проверкой и написать предписание или привлечь к административной ответственности. Теперь вот в связи с тем, что вышел 96-й закон, но уже не мы будем привлекать, как это делали мы ранее, а это тоже с помощью суда будет сделано. Но понимаете, в чем дело? Мы не можем просто выйти на проверку. Почему? Потому что на нас распространяется 294-й федеральный закон по защите прав предпринимательства. Совершенно верно. Не кошмарить бизнес. Совершенно верно. И теперь любая проверка юридических лиц осуществляется только по разрешению прокуратуры. Но мы можем выйти только в том случае, если жители города или там кто-то прохожий какой-то написал нам обращение, что вот здесь. То есть по обращению граждан мы можем обратиться в прокуратуру. А у нас, ну, я скажу, уже вам неактивная гражданская позиция у граждан. Вы помните, когда мы защищали Пушечный двор, когда что там было? Если вы тогда не журналисты, я думаю, что тогда вообще бы ничего не осталось от Пушечного двора. То есть для того, чтобы кого-то наказать, инициатива Министерства культуры недостаточно. Нет, конечно, мы не имеем права инициативу проявлять в данном случае. Это достаточно громоздкая система, как всегда. У нас в результате получается... То есть мы проверяем, получается, не памятник, а проверяем юридическое лицо, которое находится в этом памятнике. Понимаете? А чтобы юрлицо проверить, нам должна разрешить прокуратура. То есть распространяется 294 закон. Вот и все. Марина Григорьевна, Сергей Леонидович, есть у нас первый звонок. Кстати, зрители сегодня долго достаточно раскачиваются. Я смотрю, уже 15 минут эфира позади. Но, тем не менее, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Не забывайте нам представиться. Можно, да? Да, здравствуйте. Как вас зовут? Григорьевна, вот на территории 49 детского сада стоит басень, построенный в 1915 году. Ей будет скоро 100 лет. У нее ни крыш нету, ни окон. Но это вот здание является старинным? Я просто не отвечу. Я отвечу. Я понял. Сейчас. Спасибо за вопрос. Телезрительница звонит из Оренбурга. На территории сада номер 49 детского сада есть водонапорная, видимо, башня, которая постройки 1915 года. Но в плохом состоянии. Телезрительница интересуется, является ли это объектом исторического наследия. Что вы можете сказать, Сергей Ильич? Детский садик муниципалитета реконструировал в 2012 году. Вот в том же году, тогда мы и в первый раз увидели и для себя открыли из зарослей тополя вот эту вот башню. Прекрасное произведение в стиле модерн. Это водонапорная башня? Водонапорная башня, да. Это все как бы структура железной дороги. Ну, то есть сейчас она функционал не несет? Она никакого функционала не несет, но она в хорошем состоянии. То, что там нет кровли, уже лет 50 на нее особенно там никак не повлияло. Поэтому мы сейчас занимаемся сбором документов и будем ее ставить как муниципальный объект культурного наследия на учет. И реставрировать. Как положено. Само собой. Это как следствие уже всех этих действий. Ну, вот не все памятники у нас, как выяснилось, по-моему, действительно нашли. Действительно нашли. Выявленный объект. Выявленный объект. Видимо, именно жители, то есть, наверное, родители тех детей, которые ходят, вывели. Как получилось, что вывели? Детский садик. Детский садик постройки годов где-то 70-х, может быть, конец 60-х. Реконструкции как таковой не было, какие-то ремонты. Естественно, когда проводили реконструкцию, там комплексную, был проект, были многочисленные выезды наших специалистов. Я в том числе был на объекте. И нашли. Еще раз говорю, просто нашли. Хороший объект. Ну, хорошо. Будет у нас, значит, 421-й памятник, да? Будет 421-й, да? Хорошая новость. Хорошая. Уважаемые телезрители, еще раз напоминаю, телефон 434507, телефон в Оренбурге, по которому стоит звонить в эту студию. Мы работаем в прямом эфире, задавать вопросы. Тема у нас сегодня достаточно важная, с учетом того, что у нас грядет 270-летие города Оренбурга. Это тема памятники исторического наследия и то, как они охраняются, в каком состоянии находятся. Еще один звонок есть. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Александр. Здравствуйте. Вот у меня интересен такой вопрос. Вот грозит ли памятникам архитектуры это разрушение? Вот сейчас уже прошло 70 лет со дня окончания войны. А вот многие памятники архитектуры, которые посвящены героям Пашеву в великолепности войны, они разрушаются. Что делать для этого, чтобы они сохранились в таком же состоянии, в котором они были, в хорошем? Спасибо. Не совсем на том вопрос, но тем не менее. Потому что телезритель имеет в виду о памятных знаках, которые у нас по всей области, великое множество, которые посвящены памяти павшим в каждом селе, фактически, такие есть. Можно я отвечу на этот вопрос? Там есть программа, да, Мальдзи? Да. Вы знаете, каким образом поступаем мы в данном случае, как государственные органы охраны памятников? Несмотря на то, что из всех памятников монументального искусства только 13 являются объектами культурного наследия, то есть охраняются государством, а их у нас полторы тысячи. Мы провели специальный мониторинг, выявили в каждом муниципальном образовании, в каждом селе, сколько есть монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Братских могил, захоронений, стел, вечный огонь. То есть все, что есть. У нас полностью этот перечень есть. И тогда вице-губернатор Оренбургской области Павел Васильевич Самсонов обратился ко всем главам муниципальных образований в очень жесткие сроки включить в реестр муниципальной собственности все эти сооружения, посвященные Великой Отечественной войне. Для чего? Да потому что только собственник несет бремя ответственности за содержание. А они у нас все бесхозяйные. Они просто были поставлены, ну вот установлены были. Я примерно представляю, Марина Григорьевна, как это было. И никто не может даже флягу краски потратить на это. Вот допустим, поставлен памятник в таком селе. Понятно, что это была усадьба какого-то советского колхоза, которого нету, неприемника этого колхоза нет. Но она становится ничей, а муниципалы со своими копейками, они там даже действительно подкрашены. Но единственное, что почти все памятники, вот те, которые находятся на территории муниципальных образований, находятся около здания администрации. Ну да. И вы знаете, они более-менее в удовлетворительном состоянии находятся. Вот там, где село уже отсутствует, как таковое, а у нас есть братские могилы, причем есть могилы героев Великой Отечественной войны. И вот здесь, конечно, нужно работать в этом направлении. Еще один звонок у нас есть, что называется, это зрители раскочегарились у нас по ходу программы, это радует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте, пожалуйста, свой вопрос, не забывайте нам представиться. Здравствуйте, слушаем вас. Вы слушаете, да? Да, да, как вас зовут, откуда звоните? Значит, Иван Александрович в Соболе, Оренбургский область, Бугусланский район, Бугуслан. Вы слышите? Да, слушаем вас, Иван Александрович, слушаем внимательно. В 1903 году у нас производили раскопки здесь. Называется Оренбургский курганом, уникальный конец, бронзово-настало золотого веса. Значит, один курган раскопали, один друг курган, а два осталось. Значит, рядом с курганом, с башем готовым раскопали, поставили в голову, это самое узкое, вышка. Не расслышано. Вышка поставлена рядом с курганом. Да, да, сорвался звонок. Видимо, телевизорец хотел спросить, какова дальше судьба этих памятников. Кстати, плавно переходим к проблемам археологии. Ну, давайте еще одного телевизора послушаем, потому что, чтобы человек не ждал. Первый вопрос про курган в Бугусланском районе. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Представляйтесь нам, пожалуйста. Это меня слушаете? Да, слушаю вас. Как вас зовут? Добрый вечер. Я Анастасия Крыникова, с города Оренбурга, проживаю в улице Актаково, 14. Значит, мы проживаем в доме женского монастыря, построенного с 1836 года. Мои соседи. Дом, конечно, в центре города напротив Оренбургского Энерго. Дом неприглядный, весь обрезший, весь разбитый. Закрыли нас забором, чтобы наш президент не видел нашу грязь. Почему наша администрация города, ну, простите меня, даже не плюнут, не поберят этот двухэтажный дом? Аксаково, 14. Запомню вопрос. Спасибо за вопрос. Но сначала о Курганах в Бугусланском районе, потом, кстати, перейдем на тему охраны памятников исторического наследия в плане археологических памятников, там целый пласт тоже проблем. Конечно. Вот, вы знаете, я сейчас услышала, что поставлена вышка. Вот я только не поняла, на Кургане или около Кургана. Ну, к сожалению, сорвался звонок через зритель, издалека звонил. Дело в том, что, по идее, вот такой урон памятникам археологии наносят не только грабители, но и хозяйствующие субъекты. Ведь в законе написано четко, что любая хозяйственная деятельность, значит, любые проекты, то есть строительство дорог, установка тех же самых вышек или строительство нефтяных скважин, или строительство просто, то есть любая хозяйственная деятельность на территории области разрешается госорганам после проведения историко-культурной экспертизы и обследования на наличие памятников археологии. И вот, конечно же, значит, вот эта вышка была поставлена без согласования с Министерством культуры и внешних связей. Потому что... Вот таких примеров, насколько я знаю, очень много. Примеров много. И теперь мы, конечно, должны обследовать этот курган и понять, что если вдруг кто-то нанес ущерб и урон, замечательно, у нас теперь действует 245-й закон. Там очень жесткие меры будут приниматься к тем, кто это сделал. Но в данном случае, конечно, вот говорить о раскопках, может быть, не всегда имеет смысл, потому что у нас большое количество курганов. Около двух тысяч памятников. И мы, конечно, должны оставить другим, которые придут после нас и у которых будут, может быть, более интересные методики, раскопок. И, может быть, более... Ну, как-то они анализируются, это будет по-другому. Да, потом, знаете, все-таки у нас и нет дополнительных площадей в нашем музее, чтобы все это хранить. Куда это все сдавать? О результатах экологических раскопок опять-таки впереди поговорим. Я смотрю, у нас еще есть время до конца программы. Оксакова 14, Сергей Леонидович. Оксакова 14. как бы место святое восстанавливается. Там мы видим, что там восстановлено сейчас то есть кресты, мы видим там, служение проходит, колокольный звон слышится. А рядом здание какое-то не очень дорого. Слава Богу, территория, она сейчас, в принципе, большая часть уже передана православной церкви. Сейчас там Матушка Флора занимается восстановлением, есть сложности, но надежда у нас есть, что монастырь Свято-Успенский женский, он будет восстановлен в той красоте, в какой он был на начало 20 века. Что касается домов многоквартирных, их там несколько, это действительно бывшие кельи, хозпомещения. Здесь можно сказать одно, это жилые помещения, которые принадлежат собственникам, то бишь жильцам. Есть управляющие компании, они не то, что вправе, они обязаны требовать с управляющей компанией должного состояния своих многоквартирных. Ну, администрация города, наверное, все-таки должна и указать управляющую компанию. Безусловно, мы отреагируем. Возьмите на заметку, что как бы обратить внимание, это не просто... Я даже знаю, какая там компания. Это не просто... Не будем рекламировать. Да, да, не просто какая-то там хрущевка, а действительно памятник исторического наследия. У нас, Марина Григорьевна и Сергей Леонидович, еще одна дата в этом году, кроме 270-летия Оренбурга, уже упомянутого. Поговорим о том, какие памятники будут открываться, кстати, новое 270-летие, но немножко впереди. Потому что у нас еще одна дата в этом году есть, 320-летие со дня рождения Ивана Ивановича Неплюева, основателя нашего края, первого Оренбургского губернатора. И вот могила его находится сейчас в Ленобласти, Ленинградской области, в Лужском районе, около села... Поддубье. Поддубье, да. Она находится в неприглядном очень тоже состоянии. Можно считать, что ее нет, но там есть объективные условия война Великой Отечественной, там бои на Лужском рубеже летом 41-го года проходили знаменитые. Поэтому она была в том виде, в каком сейчас мы посмотрим сюжете. Вы, кстати, с Мариной Григорьевной там были в качестве... Вместе с Сергеем Леонидовичем. Сергеем Леонидовичем, да, кстати, точно, что же говорим. Давайте посмотрим, и зрителям напомню. До войны здесь была церковь и колокольня, которые были построены еще при жизни Ивана Ивановича. В этой церкви он и был погребен по своему завещанию. Война не пощадила Неплюевскую усыпальницу. От нее осталась лишь груда битого кирпича, на которой сегодня вырос настоящий лес. Марина Дмитриева возглавляла делегацию от Оренбуржья, которая в начале августа осмотрела место, где покоится первый Оренбургский губернатор. Чего греха таить, наши были неприятно удивлены состоянием захоронения человека, который очень много сделал не только для нашего края, но и для Санкт-Петербурга тоже. Впрочем, разбираться, кто прав, а кто виноват, не стали, а решили совместными усилиями приводить все в порядок. Все это нужно делать под надзором археологов, потому что можно вместе за мусор строители могут принять и надгробие, а это очень важно. Вообще у нас полностью есть все архивные материалы, подтверждающие, в каком месте был захоронен, в какой части алтаря был захоронен Иван Иванович. Оренбургским археологам и местным рабочим предстоит расчистить фундамент церкви, найти склеп Неплюева и убедиться в том, что захоронение в сохранности. Не исключено, что его могли потревожить грабители в лихие постреволюционные годы, после чего рядом установят поклонный крест. В общем, работы немало, но она нужная, почетная и, безусловно, будет сделана, с учетом того, что этот год юбилейный не только для Неплюева, но и для основанного им Оренбурга. У нас есть телезритель, дозвонившийся во время просмотра этого небольшого сюжета. Давайте послушаем все-таки его вопрос, а потом будем обсуждать тему Ивана Ивановича Неплюева. Здравствуйте! В прямом эфире программа «Обратная связь». Задавайте свой вопрос. Представляйтесь, пожалуйста. Алло! Да, слушаем вас. Добрый день! Добрый день! Я Баник Валим Михайлович, председатель Оренбургской региональной организации инвалидов в Афганистане. Мне такой вопрос. Вот первый в Советском Союзе был построен памятник в Оренбургской области в пятидесятие Валк-РСМ. Памятник афганца погибших. Да. В четвертом, сейчас вот будет-то, в четвернадцатом году, в двадцать пять лет. Но по сей день от памяти никому не принесет. Это спасибо мэру, первому данковцу, второму округу Мечерякову. Спасибо танки, которые поддерживал. Но, которые устанавливали из памятика. Но сейчас-то так и... Он никому не принесет из памятика. Северному округу низкий поклон, который постоянно его обслуживает и все остальное. Но статус этому памятнику так и нет. Ну, я понял ваш вопрос, что делать с памятником, как его передать в чью-то собственность, чтобы он кому-то принадлежал, чтобы он был на чем-то балансе, грубо говоря. Правильно я вас понимаю? Конечно. Спасибо за вопрос. Будем отвечать. Анна Григорьевна. Памятники монументального искусства находятся на территории... В собственности муниципального образования города Оренбург на балансе год, уже год, как департаменты градостроительства и земельных отношений города Оренбурга. Конечно. И в этом году мы два раза проводили как бы ремонтно-восстановительные мероприятия, а если честно сказать, то просто антивандальные мероприятия. Потому что такого вот всплеска, как сказать, неуважения, надругательства, вот как на этом памятнике, он очень обширный. Площадь его большая. И портит гранитную плитку, и множественные надписи, и что только не делают в эфире просто это говорить, честно сказать, стыдно. Да можно сказать у нас программа 16+, что это люди откровенные сволочи, которые этим делом занимаются. Мы на этом памятнике работали, работаем и работать будем. Не только к датам, но и периодически... Сих можно, конечно, людьми назвать. Да, периодически все недочеты и разрушения будем строить. Ну, спасибо, дай бог вам, как говорится, удачи в этом деле. Нельзя бросать этот памятник, несмотря на то, что у нас такие хорошие, в кавычках, горожане есть. Я предполагаю, что младшего возраста. Марина Григорьевна, давайте поговорим теперь о Неплеве. Как восстанавливать, что там, какие работы планируются? Вы знаете, вот удивительное дело. Я хочу сказать огромное спасибо двум губернаторам. Губернатору Оренбургской области Юрию Санчу Бергу и губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко. Только мы написали информацию, только они узнали, в каком состоянии находится место захоронения, сразу же было дано задание, сразу было дано поручение создать вне бюджетный, межрегиональный, благотворительный фонд имени Неплюева. Потому что, конечно же, бесплатно работать можно только до определенного предела. Вот сейчас бесплатно работают казачьи общества Лужского района. И казаки сейчас просто убирают сухостой, убирают то, что там поросли, которая там. То есть то, что могут сделать люди своими силами, без соответствующей техники, с помощью, ну, буквально, вот на своем энтузиазме. Но нужно спиливать большие деревья, которые там выросли за столько лет. Нужно обязательно снять вот этот слой земли, которым подзернулось все место захоронения, где вот была усыпальница, где вот разбросан все, весь этот строительный мусор и вместе с ним и надгробные плиты. То есть, конечно же, должны прийти археологи, должны ну, хотя бы расчистить границы фундаментов, чтобы понять, а вот здесь место захоронения. И вот где, ведь кроме Ивана Ивановича, там похоронены его внуки, его потомки, а это все генералы, это все люди, которые тоже государственные были деятели, которые тоже прославляли Отечество своей жизнью. Как и сказал Ваша покорная сослуга в этом небольшом всю жизнь, работа там еще с непочаток. Успеем? 5 ноября, день рождения, Ивана Ивановича? Успеем? Ну, хотя бы, знаете, в лучших традициях православной культуры, да и других религий, которые населяют на территории, проживают на территории нашей области, все-таки почитание усопших, ну, хотя бы поклонный крест мы должны успеть. Хорошо. Сергей Леонидович, к Неплюеву и к 270-летию города. Насколько я знаю, реконструируется памятник Неплюеву, бюст, который установлен на улице Советской, вообще какие другие у нас памятники будут открыты? У нас время в эфире немного осталось, а мы еще про археологию не говорили совсем. Очень коротко. Действительно, бюст Неплюева преобразится, это теперь будет не одиночная скульптурная такая композиция, это будет ансамбль. ансамбль будет в виде колоннады, которая будет стоять за бюстом Ивана Ивановича. Там будут информационные доски, рассказывающие о вехах становления Оренбургского края и о вехах жизни нашего первого губернатора. Также предполагается организация более торжественного парадного входа в гостиный двор. Поэтому осталось немного до 31 августа. Всех приглашаем на открытие, чтобы своими глазами уже воистину увидеть. Действительно, достойно воздали долг. Здесь спасибо нашему Оренбургскому меценату, можно уже назвать фамилию, это Михаил Федорович Коннов, который все это дело профинансировал. Здесь низкий поклон только. Второе, это воссоздание объекта, объекта исторического. Это памятник освобождения города от воинского постоя. Он был установлен в городе в 22-м году 19-го века в память, в знак благодарности императору Александру Первому за освобождение города от воинской постоя и многих-многих повинностей и так далее. Вот, воссоздаем в первоначальном виде, об этом будет свидетельствовать историческая часть, исторический блок, который будет включен в общую композицию. Как будет выглядеть, скоро увидим. 31-го числа также ждем горожан на открытии. Мария Григорьевна, и все-таки про археологию. Три минуты всего у нас осталось, но нельзя не затронуть тему разграбления памятников археологии, в частности курганов. Вот в этом году на Филипповке, в Лесском районе, опять уникальнейшие находки. Насколько я знаю, там же по соседству продолжают копать черные археологи, так называемые. Ну, назовем их черными археологами, хотя, в основном, это местные жители, которые хотят быстро, очень не совсем законно, мягко скажем, очень быстро обогатиться. В чем здесь проблема? Проблема в том, что до принятия 245-го федерального закона можно было продавать на рынке, на черном рынке, продавать предметы из памятников археологии, которые... Ну, то есть, теперь это запрещено, и они будут, кроме того, что оштрафованы те люди, которые занимаются вот таким видом бизнеса, у них будет все это конфисковано. Это первое. Второе. Запрещены металлоискатели. Вот это очень важно. Вы не представляете, на территории Курманаевского района из 60 памятников археологии, которые были обследованы Ниной Леонидной Моргуновой, 30 граблены. Причем граблены с помощью металлоискателя. То есть, в центр ямы уже проложены траншеи были. Одним почерком. Так вот, все это сейчас запрещено любой, любые виды, не только металлоискатели, но и радары, и всевозможные там магнитные и прочее. Я понял. А кто будет бегать-то и собирать эти металлоискатели-то? Опять-таки, вопрос в людях, кто будет этим заниматься? Участковый медицин, они полицейские, простите, за всеми не следят. Да, я с вами согласна. Вот я сейчас была в Ростовской области, вот у них есть вертолет. И они на вертолете раз в 10 дней облетают территорию области и смотрят, где у них проводятся какие работы. И могут сразу идти по следам и сохранять памятники археологии действительно проблематично. Понятно. Но в то же время, знаете, я думаю, что все-таки, учитывая, какие сейчас меры драконовские будут применяться к грабителям, я думаю, может быть, все-таки это остановит. Поживем, увидим. Ну, мне вот тут режиссер сигнализирует, что у нас совсем мало осталось время подвести итоги программы. А итоги программы это прежде всего итоги нашего интерактивного голосования. Вот у нас монитор перед вами, прошу внимания на него. Значит, вопрос у нас был угрожай простой. Угрожает ли уничтожение памятникам истории? Большинство людей в зеленый столбе, слева мы видим, считают, что угрожает. Меньшинство считают, что не угрожает уничтожение. Ну, есть достаточно все-таки большой процент, синий столбик, который считает, что вообще вопрос не актуальный, не важный. То есть люди... Боже мой, о чем вы говорите? Понимаете, как важно сейчас даже не отдельный памятник сохранять, а всю среду, о чем и сказал Путин на последнем совещании. Дело в том, что памятники живут в среде, и сейчас вот вся эта ветхая застройка, ее теперь сносить не нужно. Это тоже один из поправок федерального законодательства. То есть раньше, если расселяется ветхое жилье, то людям даются квартиры, а здание сносится. Теперь можно не сносить. То есть можно отреставрировать и привести в порядок. У нас такой маленький исторический центр. Один процент от территории города Оренбурга занимает исторический центр. И там мы должны сохранить 19-й век, вот этот дух 19-го века. А памятники живут в среде. То есть там не должно быть ни многоэтажек, ни зданий из-за люка Бонда, сайдинга и прочих, и прочих. То есть мы должны сохранить вот такой дух, чтобы памятник и было комфортно там жить. Потому что на самом деле рассказывают нам об истории только памятники. Спасибо за участие в программе. Подводим уже окончательный итог. Спасибо за ваши ответы. Спасибо от имени телезрителей за ответы на мои вопросы, на вопросы телезрителей. Думаю, разговор получился. Все-таки мы не будем входить в то число, как телезрители, которые считают, что вопрос не актуален, не важен. Напоминаю, что уважаемым телезрителям, что в гостях у нас сегодня были Марина Григорьевна Дмитриева, это начальник отдела охраны памятников. Управление. Управление. Государственная охрана. Управление охраны памятников исторического наследия, а также Сергей Леонидович Беренев, это главный архитектор города Оренбурга. Напоминаю также, что следующий выпуск программы «Обратная связь» в пятницу проведет моя коллега Елена Файман, а посвящен он будет вопросом альтернативной энергетики, приживется ли она у нас в Оренбургской области. Я же с вами прощаюсь, до встречи. Спасибо за внимание, всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова